меня часто спрашивают почему я не снимаю портрета я всегда отвечаю ну потому что не люблю и не умею но некая марго все-таки убедила меня попробовать поэтому завтра я еду на рынок со своим другом попробую поискать объектив helios 81 для того чтобы попробовать себя в этом неизвестном мне жанре именно здесь мы будем искать нужный нам объектив местная достопримечательность поезд а и и и и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok 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 Поэтому придется покупать его через OLX Поскольку для меня очень важна личная встреча Я хочу взять объектив в руки Посмотреть как у него работает диафрагма Потому что в прошлый раз, когда я нашел Helios 81N по городу При личной встрече я проверил прыгалку так называемую И оказалось, что диафрагма открывается и закрывается с неким таким запозданием что ли То есть стало ясно, что лепестки диафрагмы может быть в масле Поэтому это будет очень негативно сказываться при фотографировании, например, серии Она просто будет не успевать открываться и закрываться при скорости 4 кадра в секунду Поэтому я просто по наитию решил посмотреть все, что у нас есть в категории фото-видео Кривый рог Не обязательно Helios 81N И случайно напоролся на некий Arsat N50-2 Который является аналогом Helios 81N Цена у него 700 гривен Вот, значит, как он выглядит Так, ну это, видимо, человек решил предоставить личные фотографии в качестве примера Честь и хвала, конечно, ему за это И видно, что он грезит Юпитером 37А Но на Кропе это там почти телевик получается Ну вот, видимо, хочет попробовать Этим наигрался уже Это как раз нам и нужно Находится у нас, судя по всему, недалеко Все, что в пределах города, я считаю, недалеко Хотя наш город 130 километров Да Так, так, так Поменяю на Юпитер Это мы уже читали Вот, наверное, сегодня уже просто поздно Уже полдвенадцатого ночи Позвоню-ка я ему завтра с утра И, может быть, мне повезет Да Алло, доброе утро, Анатолий? Да А я звоню по поводу объектива Арсат Вы его еще не продали? Нет, не продал А скажите, пожалуйста, какое у него общее состояние? Нормально, практически не работал А у вас на каком фотоаппарате он использовался? На Киеве использовался А, то есть на Никон вы его не ставили никогда, да? Не, ну, я снимаю там, когда-никогда Я иногда снимал, ну, как, для себя там кадр два-три, да и все А я понял, а почему Юпитер хотите, если не секрет? У меня два Арсата Ну, были один Гелиус, а другой Арсат Угу Просто, как бы, почитал вообще о нем описание Ну, по идее, блин Вот, картиночка в нем красивая Угу, я понял А можно подъехать сегодня посмотреть? Ну, можно Ну, смотрите, я живу на Заречном Вот, как к вам проехать и на сколько? Да, я живу на Доманском Угу Будете ехать, наберете, встретимся Да, ну, я подойду к остановке прямо и в остановке встретимся А вы можете с собой и Гелик тоже взять? Ну, и Арсат и Гелиус Вы говорили, у вас их два? Да, ну... Или вы тут не продаете? Ну, подписывает, что Арсат лучше, там, затемнение этих самых... Мультипросветление, да, да, да А по внешней они ничем не отличаются Ну, качества одинаковые Это сад... Ну, и тут, и тут же Берите, берите оба, я посмотрю Цена же одинаковая, да? Да, одинаковая Хорошо, все, договорились, Анатолий До свидания Да, ну, давайте Ну вот Не просто один, а еще и два на выбор Еще и приличная встреча Лучше не придумаешь Место встречи изменить нельзя Остановка роддом Здесь мы договорились с неким Анатолием А встреча из сделки возможной Купиль Вот такой, немножко ушатанный Ну, за эти деньги Как бы Я другого особо не ожидал Нормальные лепестки диафрагмы Все прыгает достойно Масла нет Пыли буквально чуть-чуть Царапин нет Чего еще надо? Будем пробовать теперь снимать Засим все Ждите фоточек Удачи всем Пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok